Давай, значит так, сделаем запись у нас пошла Так, вон, еще гигабет есть Значит, уходить должно Все, буквально еще пять секунд Так, вон, еще один Вон, еще один Вон, еще один Значит, какая идея Сейчас, смотри, вот У нас на репозитории, да Есть описание, давай мы сделаем вот что Чтобы не получалось Так, что Одни и те же вопросы возникают, да Попробуем Его подредактировать Вот это все дело Вот Чтобы это все Делать вместе И, грубо говоря, было видно, что происходит Есть два варианта Так, у тебя Как у тебя трафик, да Ограничен Да, нет Неограничен Ну, в смысле, неограничен Как у тебя третье Неограничен трафик, серьезно Даже точно никаких барьеров Несколько две байт нет Да Нет Интересно Ну В общем, смотри Сейчас еще одновременную Трансляцию делаю Вот Если он тебя вдруг заработает Это может быть хорошо Но надо будет звук выключить Потому что В самой трансляции надо будет Выключить звук Потому что ты меня и так через Skype Слышишь Вот Иначе получится Ты будешь слышать повторно Из себя Вот Так Это трансляция Сейчас я Ссылку эту Здесь ему разошлю тоже Вот сейчас не подумал Выложил сразу Беззокин Трансляцию Вот Я смотрю сейчас на сайте какие-то Стрепи Этот Видел Прислушайся к своему Стрепи Секунда Стрепи Пройти Эпс Инновацион Инновацион Филипс Чего-то я Запутался Я смотрю сейчас на сайте Стрепи Это предел Это Да Подожди Сейчас Сейчас я не могу понять Что со звуком происходит Я слышу слишком много и тихо Стрепи 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 А, все, вот у меня просто в другом окне, как раз попалась в эту ловушку, трансляция включилась в другом окне. Не понятно, что это, откуда был звук, так, значит, здесь это есть. А на тему, Андрей, твоего вопроса... Да, это вот, собственно, все, что там видишь, это, грубо говоря, нами было сделано. Единственное, что сами по себе компоненты, которые используются для визуализации, они, естественно, были ни нами сделаны. Мы воспользовались. Просто собрали это все в виде одного такого демонстрационного проектика, на котором сейчас отрабатываем то, как это будет выглядеть. Ага, понятно, сейчас еще микрофон был выключен. Так, Андрей, на связи? Вот, смотри, по поводу вопроса. Да, вот то, что ты сейчас видишь там на сайте, который... Ты, кстати, открывал, да, вот эту ссылку? Фобус-черточка. akm-accelerator.c9.io Открывал? Внутри. Какой это, в принципе? Ну, ладно, ты просто задавал вопрос. Вот я сейчас еще ссылку скину. Ты сломай ссылку. А, ну, я сходил. Да. Я видишь, что там цепи какие-то есть. Ну, вот на цепи-то, например, если открыть, там есть, например, производство на муке, на него можно два раза щелкнуть, и не развернется. Ну, я знаю, да, там трактор, дизель, не применится. Ну, да, это, грубо говоря, такая примерная визуализация того, как может выглядеть производственная цепочка или технологическая карта какого-либо производства или процесса, там, в бизнесе или просто, грубо говоря, фонная кооператива есть или идет какая-то деятельность. Ну, то есть, в общем, неважно, грубо говоря, где это и как используется, в какой юридической форме. Главное, что это позволяет, так скажем, схематично увидеть, как будет производиться некоторая деятельность или процесс какой-то. Ну, как я понял, вы над этим проектом работаете. Да, мы над этим проектом работаем. Цель? Цель какая? Ну, собственно, она такая, как бы, совсем глобально, то цель жить более эффективно, да, если точнее, то управлять своим собственным, да, хозяйством. И, соответственно, если у нас получается эффективно делать управление своим собственным хозяйством, то дальше масштабировать его на всю планету, грубо говоря. То есть... Ну, круто. Только смотри. Вот просто лично нам пока вот непонятно. Ну, то есть, это, конечно, интересная идея, она полезная идея. Но нам сейчас нужно другое совсем. И поэтому, собственно, мы и собираемся поддаваться на кронфайдинг, чтобы не париться там с особо идеальными программистами, чтобы нам сделать... Ну, вот у нас сейчас очень большие проблемы с автоматизацией распределения информации, большие проблемы с автоматизацией распределения задач. Ну, вот смотри, на тему распределения задач. Вот существует такой практик, называется Better Minus. Он с открытым исходным кодом, он давно существует, он даже на русский язык переведен. И в целом, вполне себе достаточно такая мощная система, и мне кажется удобная, надо пробовать на практике, которая позволяет как раз задачами управлять. Причем, скажем так, она поддерживает даже там горизонтальную систему организации, то есть, когда все люди на равных правах участвуют. Конечно, не отменяю, что может быть лидер, который ведет сам задачи, приглашает всех на помощь к этим задачам, но, тем не менее, такая возможность есть. Люди просто могли, люди или там даже мы могли формировать задачи, и там, допустим, возможно, какие-то вознаграждения за это, если это... И чтобы другие люди могли, соответственно, выполнять интересующие, очень-очень простая система. Там даже есть система, как его называется, тоже с поощрениями связана, что можно, грубо говоря, каждый там, допустим, оценивает человек в команде сложность задачи, и на основе этой оцененной сложности задачи система выдает некоторые средние значения, которые потом как раз можно и применять в виде того самого вознаграждения. Вот, это очень круто. Можешь скинуть ссылку на эти материалы, на саму систему, вот в этот, в технический отдел. Да, я сейчас это сделаю, там даже комментарии есть. Просто, чтобы Андрюк изучил это все, и чтобы я тоже посмотрел. Но если ты хочешь, мы как раз можем сейчас уделить внимание этой системе. Почему? Давай начнем с него, что нам забегать дальше. Потому что, не, просто эта система очень важная в том плане, что... Сейчас я слуху кину. Она очень важна в том плане, что то, что вот делает сейчас вот этот вот Correlation Center Concept, да, это всего лишь, скажем так, система, которая позволяет глобально посмотреть на картину происходящего. Вот. Сама по себе Better Means, она управляет на уровне, грубо говоря, команды, корпорации, группы, там, не знаю, компаний, как угодно это можно назвать. Вот. Именно она на уровне, именно самими задачами управляет идеями, которые тут же превращаются в задачи, тут же могут быть запущены, то есть, кто-то и может их начать делать, и, соответственно, совместно их можно оценивать, то есть, например, принимать, сделали мы то или иное задачи или нет. Вот. Сейчас я... Так, кстати, трансляция... Видео трансляция идет? Андрей. А, не идет. А? Ну, я не вижу трансляцию, трансляцию, правда, или что? Нет, я отдельно трансляцию, только здесь, там будет звук выключить, когда надо, открыть, сейчас, я не знаю, где трансляцию делаешь. Счастье сукски. Кстати, Данил, привет. Привет, привет. Так. Данил, ты можешь там... Сейчас я вот буквально еще раз перепост сделаю, записи. Можешь сделать перепост где-нибудь у себя? Да, давай. Я там ссылку на трансляцию добавил в свой скайп. И можно будет еще куда-нибудь покидать, чтобы люди присоединялись. Потому что я не успеваю всех зазывать. Как-то все это стихийно происходит. Так. Ну, ничего, сейчас... Соберется народ. Так, все, я сделал. Глянь, мы на стене вот эту запись. И вот сейчас я в чате начну скидывать. Не знаю, в каком-то есть. Собственно, почему я сейчас так могу уделяю внимание бетер-минцам. Сейчас. Я так вроде не закончил эту мысль. Изучал я эти видео на досуге, на тему этой системы. И еще раз проникся. Насколько она действительно хорошо продумана. В том плане, что даже сейчас многие говорят, что есть, допустим, такая система Водянова, да, которая позволяет оценивать труд команды. Причем голосует каждый член команды после выполнения какой-либо задачи. Так вот, получается, что эти ребята, они эту идею у себя выхватили давным-давно. То есть это уже три года назад минимум как существует. Андрей, ты слышал про систему оценки труда Водянова? Нет. Ну, в общем, идея в чем? Что эта система позволяет не только еще задачами управлять, она еще позволяет, как минимум, первое, то есть там еще есть голосование за принятие или отказ на принятие задачи, да, то есть допустим, кто-то что-то сделал, и команда группы оценивает, допустимо это называть, сделанные задачи или нет. Вот, и там, соответственно, есть весь необходимый функционал, чтобы, если вдруг там задачи сделаны неправильно, чтобы можно было переделать, или если она сделана неправильно, чтобы это можно было зафиксировать, оценить и еще и вознаградить того, кто это сделал. Плюс ко всему там есть еще такое общее голосование, которое позволяет каждому члену команды оценивать, насколько, то есть насколько был объемен вклад других участников команды. И с течением времени за счет всех вот этих вот событий по участию в задаче, по оценкам на основе всей этой информации сформируется общая так называемая репутация. Вот, и по сути это еще очень созвучно с многими проектами, которые у нас сейчас происходят, там проводятся всякие электронные совести, сарафан. И что самое интересное, как биржа задач, вот этот боттерминус тоже может быть использован, потому что список задач может быть открыт публичный. То есть на одной площадке может разворачивать свою деятельность огромное количество команд или, допустим, кооперативов. Если площадка, допустим, альянсы, кооперативы, для всех альянсов, вот для всех кооперативов альянсов, получается, на этой площадке есть некая своя экосистема, куда все могут, скажем так, приходить, смотреть, что кому нужно, по какому, что у кого состояние, и в принципе кто угодно может участвовать хоть во всех кооперативах, если он такой крутой специалист, у него круто, быстро все получается, да, или ему, например, скучно заниматься чем-то у себя одни. И он, то есть, иными словами, по сути, как бы, платформа есть, она готова, она содержит в себе элементы социальной сети, то есть, там есть лента новостей, событий, того, что происходит, кто что сделал и так далее. Можно комментировать, можно обсуждать, можно файлы прикрепить и так далее. То есть, в принципе, сама по себе вещь, она как рабочий инструмент есть. Единственное, для чего она не предназначена, так это для того, чтобы, грубо говоря, постить всякие картинки и заниматься только и тем, что отвлекать друг друга от работы. Она как раз, это именно рабочий инструмент, который позволяет делать дело и организовывать это дело. И, в принципе, я не думаю, что есть большой смысл сейчас разрабатывать что-то вот прям серьезное, отдельное. Можно, если очень хочется, сделать другой внешний вид для этой системы. Это не такая проблема. Можно, не знаю, поменять цвета, немножко улучшить интерфейс, сделать его удобнее и так далее. Плюс, можно принять счастье в разработке самой системы, потому что она оптенсорсная. Никто не мешает. Ну и, соответственно, самый важный момент, что вот, если, допустим, мы сделаем такую систему, как Correlation Center, то есть, система управления распределением ресурсов в городе или, например, в экономике государства, то, имея глобальный взгляд на эту картину, можно информацию из Better Means получать, да, и, наоборот, в нее, в эту Better Means информацию вносить. Например, если у нас есть производственная цепь, которую спроектировал какой-нибудь архитектор или там инженер, то есть, например, придумал, как построить здание как-нибудь архитект, или вместе с инженером они там в деталях просчитали, сколько именно нужно для этого ресурса и так далее. Сами фактические задачи, которые нужно выполнить для того, чтобы этот проект реализовался, можно будет из вот этой системы, которую мы делаем сейчас, разрабатываем, можно будет импортировать напрямую в Better Means. Получится, что на основе вот этой карты задач будет сформирован список конкретных задач автоматически, и дальше уже люди смогут там принять участие. Впоследствии, конечно, если у нас уже будет больше ресурсов для автоматизации, можно будет задуматься уже над тем, чтобы часть задач переводить на полный автомат, чтобы их выполняла либо программа, либо роботы, либо еще что-то. Я не думаю, что это прям такое далекое будущее. Здесь вопрос только в том, насколько нам удастся быстро либо обучить программистов, то есть я, например, бесплатно готов обучать любого программиста, любого желающего программирования и всем сопутствующим технологиям, либо насколько быстро нам удастся найти достаточно близких нам по идее людей. Что касается, да, конечно, можно привлечь людей к гамме, можно собрать деньги краудфандингом, можно в том же кооперативе, да, если люди становятся членами кооператива, они могут еще и износ какой-то сделать. Я знаю, почему это актуально, потому что мы не программисты, я не знаю, чем мы можем помочь, потому что мы общественники, то есть мы организаторы, мы устраиваем, проводим мероприятия и так далее, мы не программеры, мы не сможем помочь в разработке кода. и вот эта система, которая нацелена на экономику, на развитие промышленности, мы не промышленники и не экономисты, то есть в принципе мы понимаем, что система, ну я конкретно понимаю, что эта система полезна будет, что она будет интересна и так далее, но в данном случае я не вижу, как ее можно будет применить лично мне в организации мероприятий, проведения, в организации волонтеров и в организации других руководителей. Ты о какой системе сейчас говоришь? то, что о Better Minus сейчас рассказывал, она применима на 100% к тому, что ты говоришь. То есть нам просто нужно будет не конкретно вот это Better Minus или как она там, нам нужно будет объединить еще с другими функциями, то есть это будет возможно, просто понятное дело, что изобретать велосипед ну, естественно, я даже планирую вот ту разработку, которая сейчас есть, да, скажем так, что такое вот этот correlation center? это некий действительно центр, некая центральная база данных, которая как раз и является связующим звеном между существующими разработками и сервисами, да, то есть действительно, зачем изобретать велосипед, если можно это все взаимосвязать, например, можно даже взять, допустим, кому-то удобно работать в Bittrex, и Bittrex на 12 человек бесплатный, да, Bittrex 24, это тоже отличная платформа, в которой еще есть CRM-ка, вот, да, она платная, но если команды уменьшаются 12 человек и можно делить там тот же кооперативные команды по 12 человек, то в целом все равно можно сделать много-много-много компаний, как бы, да, но которые потом в общей системе взаимосвязать, и настроить взаимообменный формат, то есть вопрос технический, как это все настроить, то есть это можно вообще вручную делать, да, может быть даже этого и достаточно на первых порах, можно это сделать на полуавтомате, можно это сделать полностью автоматически. Вопрос в том, что действительно существует огромное количество готовых технологий, и по сути все, что мы сейчас делаем, это нисколько программирование, нисколько сборка готовых компонентов. в нечто единое целое. Что касается участия, ну, даже не программист, может все равно нарисовать что-то на бумажке, если у него есть какая-то идея, может что-то предложить, или хотя бы оценить, насколько это удобно, или попробовать на практике, это уже огромная помощь, или предложить реальные данные, например, у кого-то есть производство, или там теплица, или еще что-то, предложить реальные данные, там, на бумажке, в Excel, еще как-нибудь, да, которые можно в эту систему тестово внести, посмотреть, как это будет выглядеть, совместно, вместе с разработчиками, с программистами, человек просто сядет, грубо говоря, и будем по шагам это делать. Вот. То есть, способов помочь неограниченное количество программировать можно и на русском языке, и в конце концов можно программисту просто объяснить, что вообще он хочет. Просто, грубо говоря, когда ты программируешь программиста, то есть, объясняешь ему на русском языке, что нужно, ты, по сути, непосредственно потом влияешь на программный код, потому что программист изменения соответствия с тем, что ты скажешь, также и транслирует туда. То есть, исходный код, там даже во скрипте и так далее. Ну, я понял. То есть, ты предлагаешь все функции вот этот ваш проект внести и, собственно, на платформе вашего проекта объединить все нужды для других организаций, да? Ну, вполне себе, да. В принципе, основная задача этого проекта может быть не только как бы о настройке взаимодействия, но еще и, например, как дублирующая база данных для того, чтобы, например, фиксировать достоверность той же репутации или, например, идентификацию личности. Чтобы было одно единственное место, куда человек один раз регистрируется и потом имеет доступ ко всем связанным с этим делом платформам. Например, один раз паспортные данные внес, если это очень нужно, да? Что? Как Google. Ну, например, да, как Google. Ну и, соответственно, опять же, можно эту же платформу использовать как поисковик, потому что будет баз данных по всем событиям и более-менее всю сопутствующую информацию туда тоже можно будет загрузить. Плюс эту штуку можно сделать децентрализованной за счет просто создания резервных копий. И мы, по сути, получим некую надежную систему, которая позволит не запутаться, не потеряться и всегда, грубо говоря, использовать самые лучшие инструменты на тему, не знаю, кооперации или вообще какого-либо взаимодействия в наше новое время. То есть в рамках проекта Road, проекта Venera и прочих проектов. Я понял. Смотрю, в чем проблема. Нам, вот нам, нужны конкретно те функции, которые я перечислил. Нас пока не особо интересуют другие функции и ждать, пока дойдет очередь до нужных нам функций нам не резот, потому что время как бы оно ценно для развития проекта и так далее. То есть мы не особо готовы жертвовать временем, поэтому мы лучше пожертвуем деньгами, чтобы сэкономить время. Для того, чтобы сделать функции конкретно нужной нам оформлением и стилем, то есть удобным. Я не против. Я всего лишь хочу... Смотри, Андрей, я понимаю, что ты сказал очень много полезной информации, то есть то, что есть уже подобные системы, то, что есть открытый код, это все пригодится, это все сэкономит и время, и деньги, но нам это все нужно довольно быстро скомпоновать в нужной нам форме. Ну, не конкретно нам, а именно общественникам, я говорю, то есть то, что полезно для организации мероприятий, для развития проектов, для создания каких-нибудь движений в регионах конкретно, то есть не в виртуальном мире, а в реальном, потому что мы не особо любим виртуалку, нам больше ближе в реальной жизни устраивать какие-то мероприятия, делать что-то там даже по типу обычных субботников, это уже что-то в реальном мире. Вот нам нужна система, которая поможет в проведении подобных мероприятий. Понимаешь? Так. Я организация людей в реальном мире. То есть чтобы сделать это, нам нужно как можно быстро собрать вот эти исходники, собрать платформы, которые могут помочь создать подобную систему и объединить эти платформы в одну и как-то упростить взаимодействие этих систем друг с другом. Андрей, это может как бы вот ты сам говоришь, что людей заставлять регистрироваться и там, и там, и там неудобно. А нужно что-то по типу гугла, где есть сервисы необходимые для вот таких людей, как там я, как Данил и так далее. Вот я пока не чувствую, что вот эта система будет вот этот ваш Я понял, Андрей, просто если ты так рассуждаешь просто, у меня есть допустим этот ответ. Скажем так, я тебе просто сейчас скажу, как он звучит, но потом я тебе объясню, что на самом деле я думаю. То есть, я лично готов взять под свою ответственность разработку такого проекта, который, грубо говоря, нужен вам. Но, соответственно, чтобы сделать это максимально быстро, все, что от вас нужно, это определить с приоритетами. Это первое. И второе, соответственно, определить, какие у нас есть финансовые ресурсы, и, естественно, как мы их можем, грубо говоря, направить на ускорение этого процесса. Потому что программисты, которые хотят денег, их очень много. То есть, договориться с ними, чтобы они начали что-либо делать, вообще не проблема, это делается в течение дня буквально. То есть, грубо говоря, если предоставляется гарантия, что деньги там точно есть, или вот они на вот этом банковском счету мы все видим, что они лежат, и в тот момент, когда нужно будет выплатить человеку оплату его личного труда за то, что он действительно сделал, и все этим довольны, и у нас есть эти деньги, если, грубо говоря, ресурс есть, есть гарантия, что он точно получится, то проблема, то есть, грубо говоря, запустить деятельность вообще не проблема, потому что и разработчик спокоен, и мы спокоены, и так далее, вот, на чем это организовывать, саму по себе разработку можно на том же BetterMince или Bitrix развернуть, до тех пор, пока команда небольшая, это тоже все, скажем так, бесплатно, вот, ну и, соответственно, да, нужно всеми способами минимизировать расходы, использовать не нечто, скажем так, не существующее, новое, которое еще нужно заработать, а, да, из готовых компонентов собирать, то есть, в принципе, вот у меня есть конкретные те предложения, если готов начать, давай сегодня и начнем. Я понял, мы этим вопросом и занимаемся, то есть, нам сейчас рассчитали, сколько потребуется средств примерно, и вот мы, собственно, заняты созданием региональных отделений, для того, чтобы система сразу вошла. Смотри, скинь, пожалуйста, информацию, которую вам посчитали, потому что сейчас счетоводов много всяких и, если честно, есть большой шанс, чтобы он вас обманул. Не, ну у нас свои рассчитывали. Я понимаю, что даже свои, потому что, знаешь, они почему могут обмануть? Потому что они сами просто не знают, что есть какие-то решения лучше на рынке. Или не тратили время на то, чтобы глубже изучить этот вопрос. У меня 15 лет опыта программирования, я все-таки кое-что понимаю, что происходит сейчас в мире. Ну, добро, тогда... Я могу совершенно бесплатно хотя бы проконсультировать на тему того, чтобы получилось так, что вы впустую тратите ресурсы или деньги. Добро, давайте в течение дня-двух скину все материалы. так что, если что, всегда можно звонить, созваниваться. Мой телефон на странице ВКонтакте написан, всем доступен, всегда можно звонить. Я вся свободен. У меня нету традиционного места работы, я человек свободный. Вот, в этом плане. аналогично. Вот, да, если, грубо говоря, сейчас нет времени вникать конкретно в ту идею, которую я сейчас двигаю вот этим практиком, можно пока этого не делать, давай действительно сконцентрируемся на том, что нужно вам, и, соответственно, будем двигать это. в процессе рано или поздно мы встретимся, скажем так, где-то посередине как раз с этими проектами. Вот, все, ладно, счастливо, благодарю за эти массы. Вечером напишу. Хорошо. Так, Данил, что касается тебя, меня слышишь? Или ты можешь только в чате писать? А ты куда-то в другое место перейти не можешь? Или обязательно здесь ждать? неудачно. это пока это. Посмотрю, что там в социальном фидеах творится. хорошо. Помоги. um if you could это неудачно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...